Рок-н-ролл 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 вот выставку естественно вошло гораздо меньше произведений поэтому стоит смотреть проект нижней которые входят более 270 фотографий и а выставка включает только около 80 поэтому разница очень большая ну вот у нас есть возможность какие-то фотографии посмотреть да чуть позже мы сделаем прокомментировали в целом насколько действительно вот этот срез который сделан был до игорем мухиным может ли сейчас вот что-то сравниться с теми столпами так скажем отечественной рок-музыки которые были получается получается что 30 лет назад 30 лет назад время быстро идет ну вот мы сейчас вспоминаем 90 80 и конечно эта выставка очень важно для нас потому что мы можем посмотреть некие легенды сейчас вот о том как это снималось конечно лучше было бы узнавать автора но я естественно могу рассказать об этом потому что наша работа или вот моя работа как куратора это прежде всего как бы попытка понять автора и соответственно попытка осознать то время которое он снимал вместе с ним что что говорит по поводу возникновения этого проекта как книжного так и выставочного сам автор игорь мухин этот проект строится во первых не только на фотографиях рока но и жизни того времени которая проходила на улицах москвы и петербурга ленинграда тогда других городов которые игорь мухин постоянно фотографирует и сейчас и изначально ориентация была в его проекте посвящена молодежи того времени потому что то время она была удивительна и как раз очень напоминала как бы вот это вот лозунг перестройки потому что вдруг стало все перестраиваться потому что появились панки на улицах рокеры люди стали собираться группами то стало слышно музыка и соответственно вот это вот название я видел рок-н-ролл она как раз и построена именно на этом что это как бы некое предложение зрителю посоучаствовать в этом то есть каждый кто придет на выставку он увидит рок-н-ролл рок-н-ролл это не только музыканты это еще и жизнь тех зрителей которые сделали их легенды а если же говорить о музыкантов то интерес мухина к рок-н-роллу возник от того что говорит в один прекрасный момент вдруг музыка везде зазвучала ее интересно стало слушать и соответственно появилась потребность идти на концерты снимать это эти концерты были совершенно по-другому построены не как сейчас и это была единая такая тусовка которую можно было прийти зайти за кулисы поговорить с музыкантами и в этот момент он начинает их снимать на знакомиться с ними начинает посещать их дома сопровождает их на поездки на различные фестивали и что самое наверное как бы удивительное тоже есть пересечения всего этого на мой взгляд с америка и потому что большие группы народу начинают переживать из москвы в ленинград из ленинграда в москву а едут опять же вот на эти фестивали которые возникают собираются все знакомятся и это круг среда это все больше больше расширяется грустный милиционер в кадре наблюдает за скажите нам это же наталья крупнов царство небесное да это черный белиск действительно это да это он скажите просто сколько работ увидит тот кто придет в роз фото у вас там конечно много места около 80 около 80 но под только наверное половина это посвящено рок-музыки все остальное это вот соединение среда конечно среда без которой это не существовало скажет просто как вы отбирали 80 всего нужно было единиц отобрать я понимаю что счет там шел на сотни если есть книжный макет а то есть вы базировались на 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 том издании который мы ждем в июле конечно мы не хотели ломать книжный макет и соответственно выбирали оттуда наиболее значимые фотографии поэтому естественно выставку вошли портреты легенду же советского российского рока это там бориса гербинщикова олега горьков вот упомянули мы гербинщиков и тут же нас в окружении колбас возник игорь я не хотел у вас узнать вы то вот в те годы увлекались рок-музыка это было вам близко вот вы сейчас когда готовили эту выставку как куратор вы понимали и вот видели что это все другие как мы понимаем конечно другие вопросы они решили конечно да я интересовался музыкой ходил на концерты но понимаете одно дело находиться в среде а другое дело видеть ее вдруг со стороны когда ты начинаешь обращать внимание вот на таких людей как ты ну и как бы так с удивлением осознаешь что вот эти вот 30 лет ты уже прошли все уже они не вернутся точнее как бы они могут вернуться и и игорь мухин хорошо оперируется с коллективной памяти поэтому выставка это будет интересно вообще для любого зрителя как для молодежи так и и для людей которые уже в возрасте которые могут окунуться в эту атмосферу обратно а молодежь они все время на открытии выставки приходят я их не узнаю неужели они вот именно такие были потому что это та же молодежь и куратор выставки которая в рост фото она уже открылась они она уже открылась она уже ждет она уже ждет зрителей пока все в офисе да мы продолжаем общаться нашим сегодняшним гостем игорем лебедевым историком фотографии куратором государственного музейно-выставочного центра роз фото где накануне открылась прекрасная выставка игорь мухина я видел рок-н-ролл ну соответственно вот у нас у поля в первую очередь конечно же созрел вопрос к вам как к историку фотографии да вопрос очень простой вы же вы же историк фото кто у нас сейчас остался мы можем какие-то подвести итоги глядя в прошлое то есть тех героев с нами до сих пор мне кажется что счет идет ну я даже не знаю там пальцев одной руки хватит может показаться странным что до сих пор остался цой именно фотографии если говорить потому что цой везде той воспринимается как действительно последний герой вот современный актуальный музыкант да из ныне живущих это естественно кинчев естественно гребенщиков да и шевчук вот борис борисович у нас в кадре здесь мы увидим шагающего смело вместе если не ошибаюсь и дюша романов справа середине боб ну конечно я просто и плохо а слева титов басист правильно формулирует нелюбин смотрите-ка я тоже в некотором смысле историк а вот пожалуйста юрий леоныч смотрите-ка он в белом пиджаке нет он сейчас по-моему вполне себе хорош но смотрите это шевчук конца восьмидесятых но это явно образ а вот это об этом фото дело в том что в тот в тот период по сути все музыканты как бы входили в образ который они потом транслировали и выставка как раз опять же точно тоже очень хорошо показывает то какими они были в образе это какими они были в жизни потому что ей на выставке представлены две фотографии петра мамонова который занимается совершенно обычной так хозяйственной деятельностью когда он моет чашки и соответственно на это тоже очень интересно смотреть потому что это многоликость появляется нет некая а вообще если говорить об образе то игорь мухин вспоминает о том что известная фотография олега гарькуш и из-за аукциона которая была снята на улице осминского в москве она сделала его культовой фигурой по сути да через какое-то время то есть сразу же эта фотография была распространена сразу же она была опубликована во множестве экземпляров и распродана и сейчас до сих пор плакаты и и популярны в расход выпущен плакат горькуши так количество на открытии количество распространенных плакатов было не сравнимо с тем что обычно распространяется кстати по поводу тех кто в строю вот мы видим в кадре басиста замечательного коллектива объект насмешек угадайте кто это как это же же не совершенно верно евгений федоров ныне здравствующий замечательный музыкант огромное количество проектов а слева кстати рикошет покойный а посередине константин евгеньевич панфилов он же кости кинчев тогда просто кости попробуй сейчас сказать ничего кости привет да только константин евгеньевич 30 лет прошло извините сейчас прозвучало слово проект и вот это наверное тоже определяет современную ситуацию в рок-музыке потому что мы говорим проект то есть изначально построенная какая-то деятельность тогда это была музыка прежде всего для себя и в общем то никаких 80 там 80 пятом например году когда мухи начинает снимать всю эту тусовку и он говорит что все же закончилось где-то в 92 году то есть получается там 56 лет или в 91 и вот когда он снимал эту эту тусовку она была абсолютно правдивая она была настоящая вот так а вот сейчас возникает вопрос вы как историк фотографии вы примерно понимаете что например вот лет через пять вот кто-то уже из современных музыкантов через десять их фотографии могут все-таки остаться тоже в каком-то проекте вы выставки посвященную же может быть музыка там конца девяностых начала двухтысячных ну да видите фотография как свидетель она вообще склонна оставлять кого-то в истории но важно же не только оставлять в истории важно еще толп той это снимает этот та интенция которая как бы он встраивает эта фотография там мысль идея а и соответственно мухин как автор и как звезда современной российской фотографии ему все это удалось делать соответственно его фотография каким-то образом удивительным до сих пор несет эту энергетику последователи его его не видите молодых мне честно говоря очень сложно говорить чтобы кто-то снял так сегодняшний рок отчасти это не позволяют сами музыканты отчасти это на это на мой взгляд не совсем способна фотограф что не позволяет сами музыканты что случилось с музыкантами нынешне сейчас они поддерживают определенный имидж дистанция прежде всего дистанция мне кажется что дистанция в которой очень сложно попасть и имидж совершенно другой я не зря сказал вспомнить про проект потому что мне кажется что современная ситуация она больше о деньгах о работе даже не о деньгах а именно работе я работаю а тогда это было же просто да стиль жизни и собственно это было некая такая да и единая целая тусовка собрание людей которые кто фотограф кто музыкант все все вместе сейчас все таки вот такое разделение и вы сами по себе есть еще такой момент который говорит о том что сегодняшняя фотография она с одной стороны плакатно а с другой стороны она скорее ориентируется на знаете такой вот потоковость свою когда фотограф снимает очень много не выделяя оттуда никаких фотографий и он как бы по сути говорит времени время определит эти хорошие фотографии возможно кто-то их найдет и вытащит но на самом деле это неправда автор всегда автор вот именно кто-то найдет вот игорь лебедев сегодняшний наш гость историк фотографии вот нынешний фотограф вы поймите вот игорь пока не видит что оставлять для истории вы обратите внимание на шанс сходить на выставку присмотреться подумать как-то поанализировать мне кажется преемственность она 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 уходит люди просто могут даже и не значит все это было те кто сейчас камеры ходят на теле и на музыкальный концерт поэтому мы показываем именно это ну что ж хорошего вам зрителя мы ждем книгу какой будет тираж кстати тираж ну пока запланирован 500 экземпляров до так что это раритетное издание вряд ли он будет дополняться в игоря мусин его не делать тираж за счет краундфандинга и всех вот этих новомодных историй нет у него как раз сделан сбор средств как раз именно 3 1 да и поэтому там остаток будет в принципе не очень большой для распространения но главная точка где это можно будет найти если человек не вступил в акцию это конечно же росфото да вот конечно спасибо спасибо большое напоминаем сегодня в гостях был игорь ливидев историк фотографии куратор государственного музейно-выставочного центра росфото где накануне открылась очень интересная выставка я видел рок-н-ролл музейно-выставочный центр